МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не будем с этим тянуть. Передаю слово коллегам. Шоколадки, трюфели, эклеры. Скажите, ну какая девочка не любит сладкого? Вот и я в 2017-м угодила в самый вкусный плен. Попала на Люберецкую кондитерскую фабрику. И, как оказалось, там производят мое любимое овсяное печенье. Конечно, я не упустила возможности его попробовать прямо с конвейера. И теперь, как видите, приходится сгонять набранные калории. Печенье должно быть вкусным, в цене конкурентоспособным. Ну а мы на что будем способны, будем помогать. По крайней мере, я ваше печенье покупаю. Почти 20 лет назад они сделали ставку на натуральные ингредиенты и не проиграли. Сегодня Люберецкая кондитерская фабрика «Полёт» – одна из самых крупных в Подмосковье. Производит 60 наименований продукции, которая поставляется по всей России, а также в зарубежные страны. Полёт в мир удовольствия или рай для сладкоежек. 14 видов овсяного печенья теперь изготавливают на современном автоматизированном оборудовании. К примеру, это традиционное, полностью выполненное по советской рецептуре. Попробуем. Новый цех у фабрики – второй по счёту. На линейке итальянского оборудования изготавливают не только привычное овсяное печенье с изюмом, но и миндальное с фундуком и курагой. Нововведения, говорят технологи, позволяют делать продукцию более стабильного качества и производить в 12-часовую смену до 12 тонн готовой выпечки. На кондитерском предприятии невозможно полностью автоматизировать весь процесс. Это связано со спецификой. Наша задача, чтобы на коробках у нас написано «вкус знакомый с детства». Чтобы вот этот вкус знакомый с детства и оставался и у следующего поколения. Фабрика «Полёт» работает исключительно с крупными надёжными поставщиками. Производители полностью отказались от пальмового масла и консервантов. Именно поэтому срок годности сладостей не превышает двух месяцев. Мы работаем строго по советским нормам. То есть мы работаем на изюме, мы работаем на правильном соотношении овсяной муки. Это не так просто выдержать. У нас концепция нашего предприятия, которое очень поддерживает наше руководство, работает фактически без применения Е, каких бы они ни были. Мы даже работаем разрыхлителем, применяем ещё те разрыхлители, которые были повреждены ещё советскими сборниками в цепку. Замес теста, создание формы, выпечка, фасовка и упаковка. В этом цехе печенье проходит все этапы производства. Новое оборудование и предприятие в целом высоко оценил глава Владимир Ужицкий. Хорошее предприятие работает 400 человек. Это 400 рабочих мест. Но вот пусть и новая линия, вот они вложили в эту линию 147 миллионов рублей, это 540 рабочих мест. В этом предприятии в развитии Николай Ивановича пожелал устоять. А устоять как можно? За счёт качества хорошего, ну и цены приемлемой. Новое помещение цеха пока ещё не заполнено полностью. В ближайших планах предприятия там поставить ещё одну автоматизированную линию итальянского оборудования. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Наверное, если бы я не работала журналистом, я бы никогда не узнала, что в Люберцах когда-то возводился дворец для самого Петра Третьего, в котором он собирался жить с Екатериной Великой. Чуть позже на этом месте построили школу, но, что самое интересное, после пожара от этого здания уцелела небольшая часть. На этом историческом объекте я побывала с сотрудниками музея во время съёмок сюжета о туристических маршрутах Люберец. Этот день мне запомнился, потому что я узнала много интересного о городе, в котором я живу. Первая точка Люберецкого туристического маршрута – это, конечно, Краеведческий музей. Именно здесь представлены экспонаты, с помощью которых можно окунуться в атмосферу древнейших времён и шаг за шагом, поэтапно, приблизиться к истории уже современных Люберец. Экспозиции крестьянского, купеческого, дворянского быта помогают понять, как в различные времена жили люди на Люберецкой земле. Посетив Краеведческий музей, можно не только узнать историю родного края, но и увидеть её, и даже прикоснуться к ней. Мы показываем, рассказываем, насколько богата наша земля, богата на тех людей, которые сюда приезжали. Действительно, великие люди посещали нашу землю и бывали не один раз. Это Екатерина Великая, и Пётр Первый, и Александр Меньшиков. И мы можем бесконечно, продолжая этот список, он действительно очень большой. Сотрудники музея не только рассказывают, кто в своё время посещал Люберцы, но и показывают те самые места, по которым когда-то шагали великие люди. Немногим современным жителям города известно, что на месте стадиона «Торпеда» в 1632 году была построена первая церковь, и именно с её появлением Люберцы приобрели новый статус. Здесь по-настоящему закипела жизнь. Крестьяне стали активно заселять земли, а великие государственные деятели – строить дворцы и парки. Вот эта дорога даже проходила в Москву, называлась она раньше Рязанская дорога. И вот эта церковь как раз располагалась вот так, вот она была вдоль дороги. А вот это всё, что стадион, вот эта вся земля, здесь вот так вот шло кладбище, а там уже шли их огороды. И дальше, буквально там в глубине, там был, стоял ещё, в будущем будет стоять дворец Меньшикова. Кстати, фрагмент от той самой церкви, а точнее от её ограды, сохранился до наших времён. Этот уникальный экспонат можно увидеть в Краевеческом музее. Когда в 1935 году церковь взорвали, решётку передали школе номер один, которая находилась неподалёку. Во время прохождения туристического маршрута сотрудники музея показали то самое место, где было это учебное заведение. Оно находится в 50 метрах от стадиона «Торпеда». Сегодня от этого здания сохранилась лишь маленькая часть кирпичей с символикой строительной фирмы, разбросанной по земле. Фирма Куприянов и компания. Это вот была вот эта фирма, она за Зенина была у нас расположена. Изначально хотели привозить кирпичи по Океа, на лошадей грузить, потом на лошадях до железной дороги и привозить сюда. Но оказалось, что можно было найти подешевле. Они нашли эту фирму и они как раз поставляли, а только на лошадях привозили гужёным транспортом из Зенина сюда. И вот построили три этих здания, три здания вот этой школы. Немногие знают об уникальности этого здания, а точнее его фундамента. Это основание дворца самого Петра III, в котором он собирался жить со своей супругой Екатериной II. Но из-за смерти императрицы строительство дворца приостановили, хотя оно было практически завершено. Всё, он становится не нужен, этот дворец, его разобрали, отвезли в Москву, построили этот воспитательный дом. А фундамент его не трогали, его присыпали. И потом уже на этом фундаменте, уже в 19 веке, стали строить эту школу. Школа номер один функционировала до наших времён, пока в 90-х годах во время дискотеки здесь не случился пожар. Сейчас это запущенное место. Исторический объект, которым ценен каждый кирпичик, стал бы потрясающим музеем, считают Наталья Степанова и Ольга Засыпкина. И таких по-настоящему знаковых мест в городском округе огромное количество. Тот небольшой маршрут, который мы совместно проделали, лишь маленькая частица богатой люберецкой истории. Луиза Игия Зарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Я часто делаю событийные сюжеты. Прошла выставка, состоялся пресс-тур. Именно поэтому очень ценю свои такие редкие сюжеты тематические, где можно повыскивать информацию, закрутить драматургию. Получается твой собственный маленький фильм. Именно таким стал для меня сюжет о Пушкинском дне в России. Помню, как общалась с интересными и образованными людьми. Бегала по городу и приставала к прохожим. Почитайте что-нибудь из Пушкина. Сама вспоминала его творчество. На мой взгляд, сюжет получился интересным и лёгким. В нём каждое слово, каждый человек, каждая реплика на своём месте. Прямо как в произведениях Александра Сергеевича. Я памятник себе воздвиг, нерукотворный. К нему не зарастёт народная тропа. Вознёсся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Это стихотворение Александр Сергеевич написал 181 год назад. Но даже сейчас, спустя почти два века, в России трудно отыскать человека, который не знал бы наизусть хотя бы несколько строк из его произведений. Мой дядя самый честных правил. Когда ни шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Как мебалётное видение, как гений чистой красоты. На лукоморье дуб зелёный, золотая цепь на дубе там. И днём, и ночью кот учёный. Всё ходит по цепи кругом, идёт налево, песнь заводит, направо сказку говорит. За свои почти 38 лет Пушкин написал порядка 800 стихотворений, 7 сказок, 12 законченных поэм, 8 драматических произведений. И это только наиболее известная часть его творчества. Его называют «Солнцем русской поэзии». С его именем неразрывно связана славянская культура. Неудивительно, что День русского языка традиционно отмечается в нашей стране именно 6 июня, в день рождения великого поэта. На самом деле, пожалуй, любой поэт и писатель, он не стоит на той полосе, на той ступеньке, как Александр Сергеевич Пушкин. Мы назнакомимся с Пушкиным, с его сказками с самого раннего детства. Мы это слышим ещё практически лёжа в колыбели. Мамы и папы, и бабушки, и дедушки нам рассказывают эти сказки, поют прекрасные песни, которые на самом деле сам Александр Сергеевич Пушкин когда-то слышал от своей бабушки, если вы помните, да, и прежде всего, конечно же, от своей няни Арины Родионовны. Сегодня по всей стране традиционно проходят мероприятия, посвящённые жизни и творчеству Пушкина. Вот и в Есенинской библиотеке Александра Сергеевича любят и помнят не меньше, чем поэта, чьё имя она носит. Каждый год здесь проходят лекции, викторины, чтения в память о Пушкине. В библиотеку приходят дети разных возрастов, и для каждой группы подбирается своя программа. Мы решили им показать материал о Пушкине, немножко рассказать о книгах. Наша цель, самое главное, чтобы ребята ушли из библиотеки и запомнили, что есть такой удивительный русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Эти дети с творчеством поэта знакомы и неплохо. На вопросы отвечают быстро и правильно, глаза горят желанием узнать ещё больше. В этом стремлении им помогают сотрудники библиотеки. Наталья Хохлова активно участвует в подобных мероприятиях, с удовольствием рассказывает детям о Пушкине. Признаётся, для неё поэт как старый друг. Свой человек. Ну, он таким и был. Я думаю, что он бы, может, если бы мы как-то встретились, он бы ухаживал бы за мной в определённом моём возрасте. Может быть, мы поговорили бы с ним о поэзии. Может, он написал бы мне что-нибудь в альбом. Ну, я его вот так воспринимаю, как своего. Пушкина называют основоположником современного русского языка. Он умел писать просто о сложном. Наверное, поэтому его произведения так легко запоминаются и остаются в памяти на всю жизнь. Когда он стал писать свои стихи вот так, как он писал, это было революцией в то время. Это вот действительно было... То есть, стихи были такие возвышенные, с какими-то сложными словами, с сложными оборотами. А Пушкин сделал обычную, простую речь стихами. По закону, что за слово? Я не слыхал такого. Слово царское дано, значит, дело решено. Его стихи простые, но такие гениальные. Мы перечитываем их, помним наизусть, цитируем. И, пожалуй, можно сказать наверняка, пушкинская поэзия срока давности не имеет. Мария Лапочева, Кирилл Евгеньев и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Я хочу рассказать вам не только о своем любимом сюжете, но и напомнить, что музыка благотворно влияет на организм человека. Но, конечно, не любая, а именно классическая. Например, произведение «Времена года» Вивальди укрепляет память, а Палане Сагинского помогает при головных болях. Так, один из моих любимых сюжетов про музыку, про композитора Синю Сона. Недавно он давал концерт в Люберцах, и я помню, с каким удовольствием я работала. Тогда я просто наслаждалась звуками классической музыки. Теперь и вам предлагаю еще раз насладиться ею. Абсолютная магия звука царила в этот вечер в зале. С произведениями Баха, Чайковского, Бетховена через призму времени композитор Сеня Сон познакомил собравшихся гостей. Хотелось рассказать некоторые истории некоторых произведений, в частности, произведений написания «Лунной сонаты» Бетховена, Чайковского, времена года рассказать, чтобы люди как бы знали, потому что библиотека все-таки и просветительский, образовательный центр, почему шикарный, я совершенно посмотрел здесь. Семен Сон неоднократно выступал не только в России, но и в Японии, США, Франции, Англии, а также давал сольные концерты в Букингемском дворце Лондона для королевы Елизаветы II. А на концерте в Люберцах, помимо игры на рояле, гости слушали и авторские произведения Вадима Баркова, хорошего друга, пианиста-виртуоза. Еще последней ноты звук повис над тишиной звенящей, И музыки родник пленящий питает страстью сердца стук, И музыкант вперед склоненный, Уже любивший, но влюбленный, От струн не поднимает рук. Особенностью концерта стала взаимосвязь музыки и стихов, что не оставило ни одного зрителя равнодушным. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Иногда для того, чтобы снять хороший сюжет о представителях той или иной профессии, приходится самому на время становиться врачом, юристом, полицейским, да кем угодно. Ну или проводить с ними рабочее время. В этом году я сняла сюжет, посвященный Дню работников Неведомственной охраны Росгвардии. Благодаря совместным выездам с сотрудниками этой службы, я поняла, что их работа действительно и опасна, и трудна. Погоня за угонщиком автомобиля, задержание квартирного вора, сигналы тревоги, поступающие в дежурную часть. Как всё это происходит, я увидела собственными глазами и с удовольствием делюсь с вами сюжетом. Рабочий день сотрудников Неведомственной охраны начинается с получения оружия. В комнату, где хранятся боеприпасы, вход строго по одному. Через маленькое окошко бойцам Росгвардии выдают необходимый инвентарь. Вооружённый и экипированный. Далее они проходят в класс служебной подготовки. Здесь получают инструктаж и информацию о совершённых преступлениях за последние сутки. Юго-восточный административный округ города Москвы. Кража автомобилей Мерседес, Джи Эль, 500. Перед тем, как приступить к службе, проверка знаний законодательства и отработка действий при задержании преступника. И только после этого традиционное построение, во время которого экипажи получают приказ о заступлении на маршруты патрулирования. Принесение службы, соблюдать законность, длительность, вежливое обращение с гражданами по машинам. А в это время в дежурной части уже кипит работа. Сюда поступает информация не только о срабатывании сигнализации на охраняемом объекте, но и о преступлениях, совершаемых на улице. Несмотря на то, что вневедомственная охрана вошла в структуру Росгвардии, сотрудники подразделения занимаются также охраной общественного порядка, пресечением административных правонарушений, а также обеспечением антитеррористической защищённости населения. За прошедший период 2017 года сотрудниками Люберецкого отдела вне снахраны выявлено 473 преступления, а раскрыто 144. Собраны материалы, и все они доведены до суда, и люди по этим преступлениям осуждены. Нарядами групп задержания на территории Люберецкого района были задержаны несколько автомобилей, которые находились в угоне. Плюс, у нас есть характерные задержания, когда были задержаны два автомобиля по горячим следам. Их работа и опасна, и трудна. Каждый день в наряд по охране и спокойствия имущества граждан от преступных посягательств заступает 9 патрульных групп задержания. По команде дежурного они немедленно отправляются на объект, в котором сработала сигнализация. На связи 88. Попустите, нам сейчас дозваниваю. Запиши информацию. ООО 3, дом 15, квартира 22, работают объем. А в это время в квартиру по указанному адресу проник преступник. Дождавшись, пока хозяин выйдет на прогулку с собакой, злоумышленник ворвался в жилое помещение. По прибытию на место экипаж вневедомственной охраны успел задержать квартирного вора. Стоять! Синяя! Руку первую! Ладони на руку. Осуществить свой план мужчине так и не удалось. Помешала система сигнализации. Сотрудники вневедомственной охраны доставят злоумышленника в отдел полиции. А до этого они отчитываются в проделанной работе. По Венецу 8,8. Квартиру осмотрели. Задержан гражданин по подозрению в преступлении. Оперативность и слаженность. Вот благодаря чему работникам службы удается успешно справляться со своей задачей. Всего под надежным крылом Люберецкого отдела вневедомственной охраны находится порядка двух тысяч объектов и более пяти с половиной тысяч квартир. Структурное подразделение Росгвардии приглашает свою команду молодых людей отслуживших в рядах Вооруженных сил России. В настоящее время в отделе работает 271 человек. Из них 190 аттестованные специалисты, а остальные вольно-наемные сотрудники. Луиза Игязарян Александр Богданов Телеканал ЛРТ Все когда-то бывает впервые. Именно под таким девизом для меня прошел 2017-й. В этом году я впервые попробовала печенье прямо с конвейером, получила наиважнейшую награду от лица телеканала и, конечно, впервые оседлала коня. Летом мы снимали чемпионат мира по джигетовке и, поверьте, этого я никогда не забуду. Ну, во-первых, я очень сильно боюсь лошадей, а, во-вторых, таких трюков вживую я никогда не видела. Теперь смотрите и вы. Зрелищно, красиво и сложно. Джигетовка – один из самых динамичных видов спорта, который вновь набирает обороты в России. А зародилось это искусство очень давно, во времена казачества. И даже сам Наполеон Бонапарт восхищался мастерством наших казаков. Безусловно, один из самых главных атрибутов джигетовки – это конь. На нем спортсмены и скачут, и танцуют, и выполняют всевозможные трюки. Мы решили проверить, каково это. И максимум, что я смогла сделать, это лишь оседлать коня. Конечно, в джигетовке нужна хорошая физическая, а также специальная подготовка, как и фанатизм. И в этом деле без храбрости, силы воли и любви к экстриму никуда. джигетовка единственная дисциплина конного спорта, которая пришла на мировой или на международный уровень, скажем так, из России. Дело в том, что вообще конный спорт – это спорт очень такой требующий, очень трудоемкий, я бы сказал. Здесь очень много зависит от лошади. Поэтому лошадь требует очень большого времени по уходу, по обучению, по ее освоению. И далеко у каждой лошади свой характер. Первым этапом масштабного мероприятия стал 11-й чемпионат России, который впервые прошел в статусе официального спортивного мероприятия. В нем сразились более 20 сильнейших спортсменов из 8 регионов нашей необъятной родины. Почетное звание лучшего абсолютного чемпиона России в этом году по праву заслужил джигит из Волгоградской области Константин Щеглов. Эту любовь к этим животным нельзя объяснить. А что сподвигать, ну это уже жизнь, потому что это тоже нельзя объяснить. Это уже как должное. То, что это адреналин, это экстрим, каждый раз что-то новое открываешь для себя, какие-то элементы и самые главные зрители. Четыре сильнейших российских спортсмена представили сборную России на чемпионате мира, который состоялся во второй раз. В нем свои умения уже показали спортсмены из 10 стран. Кроме России, Украины, Белоруссии и Молдовы, здесь и гости из Великобритании, Норвегии, Соединенных Штатов Америки, Турции и Иордании. Кстати, последние не просто увлеченные люди, а представители Королевской Конной Полиции во главе с полковником. Один из разделов программы чемпионата мира владение оружием. Всадники показали свое мастерство в пяти видах. Метали пики, стреляли из пистолета и лука, бросали ножи в мишени. А еще эмоционально показали владение шашкой. Среди участников есть и представительница слабого пола. Зана Кузинс из Англии доказала, что не только русской женщине под силу войти в горящую избу и коня на скаку остановить. Я люблю этот спорт, я люблю джигитовку, это прекрасно. Я постоянно испытываю адреналин, из раза в раз мне это приносит удовольствие. В Англии нет таких соревнований, у нас есть лишь подобие средневековым состязаниям. Среди мастеров из Германии, что совершенно неудивительно, братья с русскими корнями Антон и Борис Цульке составили достаточно сильную конкуренцию нашим спортсменам. У немцев они очень востребованные артисты, так как там братья почти единственные, кто владеет казачьей джигитовкой. Я этим занимаюсь наверное уже 10 лет, но я всегда стесняюсь говорить, сколько долго я уже занимаюсь джигитовкой, если смотреть, как хорошо джигитуют русские, потому что у них техника конечно намного лучше, но должен подчеркнуть, что мы это все над своем энтузиазме и без тренера только сами. Мастера своего дела на чемпионате не только джигиты. Каждая из лошадей обладает недюжинным опытом. Условия состязаний максимально честны. Кони участникам доставались по жеребьевке. А на то, чтобы подружиться с животным, у спортсменов была всего пара дней. Знакомьтесь, это Сокол, первый чемпион мира по джигитовке. Как оказалось, это у него в крови. Его порода карачаевец. Так все же, кто главный в этом виде спорта? Джигит или лошадь? Это явно вопрос спорный. Но точно лишь одно главное в джигитовке это профессионализм обоих и способность спортсмена подчинить себе это волевое животное. Анна Троян, Дмитрий Родзянко и Никита Скраган телеканал ЛРТ. Еще один мой любимый сюжет этого года про танцы. Недаром говорят, что танец это состояние души, а языком жестов и тела можно рассказать целую историю. Помню, как с этим очень талантливо и красиво справился танцевальный коллектив джема из Краскова. Их репетиция показалась мне настоящим выступлением, потому что так ответственно они подходили к выполнению каждого своего движения и это было настолько заразительно, что хотелось выйти и танцевать вместе с ними. Теперь я и вам предлагаю. При просмотре сюжета танцуют все. Невероятная техника, долгая подготовка и они получили то, чего хотели. Танец с комарохи принес образцовому коллективу джем заслуженную победу. Ансамбль существует с 2000 года. За это время ребята одерживали победы в различных конкурсах и на этот раз уже стали 11-ти кратными чемпионами звания гран-при. Это невероятное чувство, это невозможно описать, потому что ты понимаешь, что все свои усилия, это было не напрасно, это было направлено в нужное место. Это очень круто, когда тебе говорят, что да, вы классные, вы крутые и хочется погорять с вершины все больше и больше, хочется идти только вперед. На фестиваль в Сочи команда привезла 8 номеров. Помимо старшей группы с танцем с комарохи высокой оценки удостоилась и выступление младшей команды «Школьная пора», которое принесло им премию второй степени. Я получила колоссальное удовольствие и от того, как дети собрались, выступили, показали себя, и обсуждение именно профессионалов, и жюри, которые сидели на этом конкурсе. 150 человек – это все остальные мои дети. Я их воспитываю в духе семейного, дружеского отношения, чтобы друг другу помогали, никого не обижали. Я думаю, что у нас самая дружная семья, самая сплоченная и самая лучшая. Активные, искренние, талантливые. Каждый из них ставит для себя высокие профессиональные планки и видит свое будущее на сцене. И на достигнутом этот ансамбль точно не планирует останавливаться. Мы же вчера, сегодня, навсегда! Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Ну что ж, это были сюжеты, которые особенно запомнились корреспондентам телеканала ЛРТ в 2017 году. На этом наш специальный выпуск подошел к концу. Всего вам доброго и счастливого вам Нового года!